Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об истории и перспективах развития Самары. Гости нашей студии, эксперты и непосредственные участники событий. Люди, которые принимали и принимают важнейшие решения. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Почему жители Куйбышева захотели жить в Самаре? Как народные депутаты оценили народную инициативу? Кто принимал окончательное решение о возвращении Самаре исторического названия? В нашей студии Константин Цитов, председатель Куйбышевского городского совета народных депутатов в 1990-91 годах, губернатор Самарской области. С 1991 по 2007 годы мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон студии 202-1122. Константин Алексеевич, добрый вечер. Искренне рад вас видеть. Добрый вечер. Да, мне приятно. Со всеми прошедшими праздниками, во-первых. Да. Которые наступили. Совсем недавно было крещение. Совсем недавно было крещение. Поэтому вот хочу для начала поздравить вас с этим праздником. И с чего бы хотелось начать беседовать. Тема – это возвращение Самаре исторического имени, названия, точнее говоря. Я задавал этот вопрос вашим коллегам, непосредственным участникам событий. Вопрос из области социальной психологии. Вам как опытному политику, вам как опытному руководителю. И, надеюсь, он тоже будет интересен. Вот на ваш взгляд, как название города влияет на жизнь в этом городе? И почему, например, жители Куйбышева в других городах любили говорить «Мы из Самары». Вот ваше мнение. Ну, вы знаете, вот процесс вообще переименования, активного такого переименования, он начался где-то в 80-х годах. Я думаю, то ли 85-й, то ли 87-й год. Я сейчас не могу сказать точную правду. Но до этого я учился в авиационном институте. Я участвовал в спортивных соревнованиях еще. Куда бы мы ни приехали, мы везде были самарцы. А это Самара, а это Самара. Я знаю многих своих ребят, друзей, которые служили в армии, и они тоже были из Самары, они были самарцами. Вот это, может быть, вот эта позиция того, что мы Самара, мы самарцы, она где-то генетически. Прадед, дед, родственники, родители твои, они все были в Самаре. Это потом, вот в 35-м году мы стали в Куйбышеве жить, а до этого мы жили в Самаре. Понимаете? С другой стороны, есть позиция противоречий. Вот после, во время эвакуации, Великой Отечественной войны, много было предприятий эвакуировано в Самару, в Куйбышево. Совершенно верно, да. Да, и вот те, кто были эвакуированы из Москвы, из Воронежа, да, ну вот я работал сейчас на авиационном заводе. Они конкретно говорили, авиационный завод у нас из Воронежа эвакуирован. Они конкретно говорили, мы из Воронежа ехали в Куйбышев. Что нам какая-то вот Самара. То есть исторических корней к вот этому замечательному мини-Самару у них не было. Они их просто не могли знать. Да, с другой стороны, вот позиция ЦСКБ «Прогресс», да, там очень много людей было, которые тоже первые приехали из Москвы. Но была сильная позиция уже специалистов, рабочих, там же 48 тысяч работающих было. Город. Которые были из Самары, их было большинство. И вот этот предприятие выступало в основном за Самару. Это должна быть Самара. Вот, и таких противоречий особенных не было. Но работа по переименованию города, она носила, конечно, разный характер, разный окрас. И это непростая работа была. Вот я должен сказать, к чести инициаторов, активистов, да, вот Каббетов, да, я его прекрасно знаю, профессор нашего научно-исследовательского университета, да, имени Королева. Он активное участие принимал. Активное. Он тогда не был доктором. Может быть, даже один из закоперщиков был. Может быть, вполне возможно. Но это было сделано, и эта работа велась. А, кстати, вот на ваш взгляд, если в процентном соотношении вот все-таки большинство было за Куйбышев или за Самару? Ну, вы знаете, вот есть... Сложный вопрос. Очень, это сложный вопрос. Есть статистика. Понимаете, есть статистика. И в рамках статистики как-то получалось все время, что большинство за Куйбышев, да? А есть позиции граждан, подписи граждан, опросы граждан. Получалось, что большинство за Самару. Вот, поэтому я думаю, что на статистику имело серьезное влияние и серьезные корректировки вносила политическая ситуация. Вносила власть. Вот. Ну, об этом, знаете, даже, кстати, вот о политической ситуации, может быть, чуть позже. Тут, наверное, мне подсказывают, кстати, что у нас есть звонок в студию. Давайте сейчас пообщаемся со слушателем. Потому что зритель, это святой. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Сорвался звонок, но я надеюсь, что сейчас дозвонятся еще раз. Так вот, о чем я хотел сказать. Может быть, одной из причин было то, что сам товарищ Куйбышев, чуть не сказал господин Куйбышев, Валериан Куйбышев, это был все-таки, ну, не тот исторический деятель, которому, ну, именем которого стоило называть город. Он же, точнее, даже регион, губернию. Он не был таким вот великим человеком. Вы знаете, я историей-то, в принципе, никогда очень не увлекался, да. Для меня ближе были, допустим, политическая экономия, экономика, вот. Но когда я работал с Яковлевым в партии «Стал-демократия» и в архивах, вот, которые он публиковал решение, то мы наткнулись на тот документ, что Валериан Владимирович Куйбышев был, как бы, представлен к Владимировичу Ленину, когда тот себя плохо чувствовал и жил уже в горках. А кем был представлен? Ну, конечно, Иосифом Исарионовичем Сталином. Так. Вот, и он должен был, вот, все письма, которые Крупская, Ленин ей начитывал, да, Крупская писала, там, в разные инстанции, он все равно все эти письма собирал и нес на рецензию, и сам рецензировал. Да, и даже вот если она писала в газету «Правда», то он сам рецензировал Надежду Константиновну, вот, исходя из своих мыслей, помыслов, потом, допустим, еще и Иосифа Исарионовича. То есть вот откуда, на самом деле, во многом его карьера. Большой любви у народа к Леониду Владимировичу не было. Понятно. Вот впервые, насколько я знаю, эта история, попытка вернуть старое название была предпринята в конце 50-х годов, но тогда, по понятным причинам, она не могла быть, наверное, реализована, потому что, ну, потому что не могла. Вы тут, наверное, знаете, лучше меня эту ситуацию. Ну, вот в целом, а как партийное руководство региона, партийное руководство страны относилось к таким идеям? Ну, партийное руководство страны, я могу сказать, с большой долей уверенности относилось отрицательно. Вот, иначе бы там, это вот если бы мы переименовали в рамках какого-то национального героя Африки или там Южной Америки, или там американского негра, это бы, может быть, было и приветствовало бы, да? Вот, или город. А в отношении того, чтобы вернуть историческое имя, вот, это, конечно, не очень приветствовало, потому что, ну, купеческая Самара, там, еще там раз ряд моментов, да? Вот. Если говорить о региональной, вот, политической партийной верхушке, это вот обком партии и горком партии, то я не могу высказать особо сильных претензий. Вот было, конечно, давление, были собрания, проверяли, комсомольцам наказы давали, все, но вот так вот, чтобы намертво, значит, или мы стоим насмерть, или, значит, это, такого не было. Понимаете? Поэтому-то в некоторых газетах даже дискуссии были по поводу переименовывать, не переименовывать. То есть не было ни жесткого? Не было жесткого. Пикеты были на улицах, вот, Ленинградская, Молодогвардейская, там, где Детский мир у нас был, так, собирали подписи. Их не разгоняли. Кс. Алексеевич, прошу прощения, подсказывайте, есть звонок в студию, давайте поговорим со зрителем. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, и мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Васильевна, у меня вопрос к Константину Алексеевичу. Да, слушаем вас. Вот. Можно говорить, да? Да-да-да, говорится, вы в эфире. Ну, во-первых, Константин Алексеевич, я очень рада вас видеть. Спасибо большое. Вот, в добром здравии, в прекрасном. Ну, это не совсем добро. У меня, как у верующего человека, вот такой вопрос. Ну, кому же пришла все-таки эта счастливая мысль снести этот прекрасный, изумительный храм на площади Куйбышева, который освещал Александр Второй? Ну, это вообще дикость какая-то. Неужели для оперного театра нельзя было найти другого места? Спасибо, Людмила. Ну, я согласен с вами. Здесь дело даже не в том, что искали место для оперного театра. Часть конструкций вот храма, который действительно величественный храм и большой храм был, мы с Владыкой, митрополитом нашим Самарским и Новокуйбышевским Сергеем не раз обсуждали эту проблему, а были направлены на строительство театра оперы и балета. Вот часть материалов были направлены, и этим как раз даже хвалились, что вот не надо много материала, мы вот эти материалы используем. Да, это варварство. Это варварство, и памятник Александру был снесен. Замечательный памятник, произведение искусства колоссальное. У нас от этого памятника сегодня остался только пьедестал, на котором вот фигура Владимировича Ленина. Это, да, это кому пришло в голову, я сейчас не могу сказать. Я этот специальный вопрос не изучал, но я могу поинтересоваться у своего большого друга, Петра Серафимовича Кабытова, вот, он историк, он краевед, он замечательный человек. Я поинтересуюсь и сообщу, Ян потом сообщит. Да, и мы расскажем. Да. Александр Алексеевич, смотрите, 87-й год, комитет Самара появился. Уже такое некое франдерство, потому что, ну, в те времена перестройка идет, но, тем не менее, коммунистическая партия. Гласность, да, гласность появилась. Перестройка, гласность, но, тем не менее, это уже такой некий намек даже, может быть, на самостоятельную политическую силу. Итак, комитет Самара начинает этот вопрос поднимать. Давайте вернем историческое имя. Вы тогда работаете в Куйбышевском филиале научно-производственного центра информатика, если я не ошибаюсь. Вот вы тогда как отнеслись к этой идее и вообще вот к этой теме? Ну, во-первых, я отнесся положительно, положительно, потому что, вот, вы понимаете, наука, она вот считает там ученые-мужи, там они вот это, да, а это в основном научные люди были, которые занимались компьютеризацией, программы составляли еще. Уже тогда. Да, и они, конечно, были за Самару. Вот директор Томников, он был ученый, дружил с многими художниками и литераторами нашей области, и он тоже был за Самару. То есть вот та вот эта позиция НПЦ информатика, она была за Самару. И если мы, мы же как филиал были, приезжали в Москву на МПУ «Молния», Лозинский возглавлял МПУ «Молния», это вот буран, конструкция бурана. Да, знаменитого бурана, а для них мы были самарцы. Несмотря на то, что мы для них были самарцы, и генеральный директор Никитин, вот подразделение, все говорят, мы самарцы для них были. Это вот в командировку мы приезжали. А СМИ как реагировали на эту идею и, ну, скажем так, запрещали им эту тему обсуждать, а наоборот поощряли? Или это вот, ну, скажем так, на усмотрение редакции осталось? Нет, вы понимаете, что по партийным руководствам мы должны с вами понимать, что если не работает наша идеология, значит, работает другая идеология. Так, вот уже интересно. Это их тезис. Поэтому вот запрета жесткого не было, а может быть был, я не знаю, я не был членом этих органов управляющих. Но с другой стороны, я думаю, что вот Волжская Заря, Вечерка, там Волжская коммуна, они брали, наверное, часть ответственности на себя. И они все-таки эту позицию освещали. Сами брали, рисковали. Мне подсказывают, есть звонок в студию, давайте пообщаемся со зрителем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и мы вас слушаем. Меня зовут Вероника. У меня вопрос такой. Несколько лет назад был отремонтирован торговый центр «Юность». Это очень прекрасно, но с него исчез замечательный значок нашего города, эмбрема, козлова. Может ли когда-нибудь возвращен этот знак на место? И надпись стерлась, что эта гильдия, в принципе, гильдия была, там надпись была такая красивая, старинная. Ее тоже закрасили, что очень обидно, жалко. Это как бы исторический след нашего города. Универмаг «Юность» – это как раз детский мир, который был у нас на улице Молдогвардейской. Здесь надо обратиться к городу, потому что сегодня мы должны понимать, что у этого дома есть хозяин. Но есть позиция гордости и справедливости. Я считаю, что герб Самары – украшение для любого здания, и этим надо гордиться. Но, с другой стороны, герб Самары, это, может быть, им не разрешили просто поставить. Это надо выяснять с городской властью. Если настойчивость позиций требует, я созвонюсь с госпожой Лапушкиной, нашим мэром. Она человек достаточно передовой. Мы с ней переговорим и определимся, почему убрали герб. Может быть, это решение городское было, что этот торговый центр недостойно носить позицию герб. Или какие-то другие причины. Ну, обязательно выясним. Кстати, Алексеевич, а как отнеслись вот к этой идее вернуть историческое название в городском совете народных депутатов, которые вы возглавляли? Ну, я вам сразу скажу, что большинство было «за». Ведь тогда городской совет – это 200 человек. Сколько? 200. 200. 200 человек. 200 человек. А 250 – областной совет. Так? Но они все были на освобожденной, кстати, основе? Все работали на освобожденной основе. То есть зарплату никто не получил? Нет. И только единицы, вот, допустим, председатели, председатели комиссий работали как бы штатно. Так? Ну и аппарат, конечно. Поэтому представительство было достаточно широкое. Огромное. Да, и по моим ощущениям, большинство было «за» Самару. Основная дискуссия у нас была и проблема. Мы все хотели, чтобы переименована была и Самара, и Куйбышевская область в Самарскую область. Ну, это вообще логично на самом деле. Но ведь не у всех получилась эта логика, да? Согласен. Нижний Новгород, а область Горьковская. Да, до сих пор. Екатеринбург, а область Свердловская. Да. У некоторых вообще ничего не получилось. Петербург, Сарк Петербург, а область… Ленинградская. Ленинградская. А Краснодар, вот Екатериндар, вообще ничего у них не получилось. Может быть, не сильно хотели. Потому что добиться можно было добиваться уже в то время. Конечно, можно было добиваться. Вот. Но я здесь должен сказать, что вы начали сразу вот это… И активная группа депутатов городского совета начала активно работать с депутатами областного совета. И я должен сказать к чести вот Виктора Александровича Тархова, он тогда был председателем областного совета, он это тоже поддержал. И документы на переименование ушли в Москву вместе пакетом. Город Куйбышев, город Самара, Куйбышевская область, Самарская область. То есть вот на самом деле вот эта связка, она была обеспечена вначале городской совет, а затем областной совет. Куйбышева шла как вот переименовать город Куйбышев в город Самара, вот эта связка. А вот такая совместная работа и поддержка областного совета дали возможность нам идти как бы двойной силой, и мы сразу получили полное решение задачи. Город Самара, Самарская область. То есть получается депутаты областного совета, которые представляли другие города, Тольятти, они как бы к этому отнеслись с пониманием и наоборот поддержали. Мало того, но Тольятти, они же сейчас дебатируют вернуть имя Ставрополь. Кстати, интересный вопрос, а вы как считаете, есть в этом пользы? Конечно, ну конечно. Конечно, вот переименование в город Тольятти, сейчас многие говорят об этом, я исторически не знаю, повлияло на то, что Косыгин принял решение тогда и на политбюро вышел с строительством завода именно в городе Тольятти. Как бы связка с коммунистической партой Италии. Ну да, Пальмера Тольятти, Фиат из Италии. Я не очень в это верю. Я больше верю в то, что много высвободилось рабочих рук после строительства Волгской ГЭС, строительства заводов большой химии, и надо было их куда-то задействовать. А второе, серьезные коммуникационные, логистические возможности. И железная дорога, и водные пути, и все остальное. Поэтому здесь сложно обсуждать. То есть вы все-таки как экономист считаете, что здесь было больше экономики? Конечно, больше экономики. Косыгин, он был экономистом. А потом надо было все-таки, область была действительно таким достаточно серьезным, я бы сказал, монстром таким положительным военно-промышленного комплекса. И это надо было чем-то разбавить. Ведь все люди не могут работать военно-промышленным. А технические вузы-то работают, специалистов готовят. И хороших специалистов. И хороших, да, неплохих. Константин Алексеевич, как вы считаете, вот этот процесс возвращения исторического названия, это был политический вопрос отчасти, в какой-то степени? Или люди все-таки хотели исправить историческую ошибку, как они считали, вернуть старое название? Или вот какие-то доли были? Вы знаете, этот вопрос, конечно, достоин дополнительного изучения, исследования ученых, которые занимаются проблематикой общественной активности людей. Потому что, то есть, был комитет, все вообще. Я лично, мое мнение, да, у меня есть аргументы, считаю, что вопрос был и возвращение исторического имени как патриотическая позиция, как позиция любви к малой родине и вернуть все историческое, но и была позиция политическая. С одной стороны, запретить, не дать, вывести аргументы, что переименовывать нельзя, ну, вот, как бы, выдающийся деятель коммунистической партии, Валерий Анкуйбышев, что мы тут его меняем, понимаете ли? Ну, да, подрубаем основы и так далее. Да, вот, была позиция, я считаю, вообще смешная, что это стоит огромных денег и так далее. Кстати, об этом много говорили. Гроши, какие деньги, гроши. Ребят, важно захотеть. Ну, вот вы, я, ну что, мы потратим деньги, когда авторучкой пишем обратный адрес, или на телеграмме пишем обратный адрес, город Самара. Что-то, это позиции печаток, документы и вывеска на вокзале, на порту и на авиационном вокзале. И все, что-то. А, понимаете, печати, они же быстро готовятся, штамповка, не надо, это же не вручную, это не художники сидят, вырезают. Поэтому гроши. Но это, как довод. Потому что люди понимают, люди, что у нас всегда с экономикой, что надо меньше тратить. Ну, это логично вообще-то. А так вот, если масштабно сравнить, сколько тратится, допустим, на поездки первого секретаря обкома партии в Москву туда и обратно, и на переименование города Самара окажется, что вещи-то сопоставимые, даже меньше тратится на то, чтобы переименовать город. С другой стороны, была инициативная группа, и люди, беззаветно преданные, как бы, они спокойно рассуждали, что да, надо вернуться в Самару. Ну, вот как я, допустим, ездили на соревнования, на научные конференции, везде мы были самарцы, да? А была позиция политическая. То есть это, как бы, дать, уколоть коммунистическую партию Советского Союза, показать, что вот мы тоже чего-то значим. Вы с нами должны или считаться, или обрабатывать нас, или что-то, или вот вы должны здесь это уступить. Но я должен сказать, что вот люди активно работали, а, по моим ощущениям, давления огромного со стороны партийных руководителей не было. И вот в составе городского совета много было партийных людей, партийных руководителей, ну, с районов, с предприятий, директоров заводов, да, вот, уважаемых людей, и они выступали за Самару. Вот, понимаете? То есть вот гласность перестройка дала возможность им тоже в этом плане быть достаточно передовыми людьми. А кого надо было, вот, на ваш взгляд, в первую очередь, ну, скажем так, сагитировать из статусных тогда людей, вот, кто окончательное решение принимал, вот, когда вот он сказал, да, пожалуй, я с вами, и после этого... Да вы знаете, я ведь даже вот не помню сейчас, кто бы так сильно возражал, потому что 200 депутатов, а я сейчас не помню, четко процент голосования, но где-то процентов 85-90 проголосовали. Это в городе? В городе, да. В области? В области я не знаю. А в Москве? Потому что ведь понятно, что окончательное решение... Да, Москва, а Москва, это 91-й год. Так. Это уже наши отношения с новым Советом Российской Федерации, Верховным Советом Российской Федерации. Наши отношения с правительством Российской Федерации. Уже были позиции, которые, так сказать, объявили о независимости России, День независимости России. Понимаете? И здесь в основном и наши депутаты, и другие поддержали эту позицию, и правительство вынуждено было согласиться. Просто участники тех событий вспоминают, что когда они привезли документы в Москву, и один из, скажем так, московских чиновников тогда сказал, что они хотят вернуть историческое название Самары. И он сказал, а императора они не хотят вернуть. Ну, вы знаете, можно рассматривать это как шутку, да? Но в каждой шутке есть доля шутки, да? Значит, он не был настроен, значит, на это. Он не был настроен. Он не понял, что такое перестройка. Он не понял, что такое мнение людей. Он не понял, что с мнением людей надо считаться. Ну, значит, не понял. Решил пошутить. Решил пошутить. Но, вот, понимаете, Екатеринбург смогли вернуть. У тебя же тоже в честь. А вот Екатеринбург не смогли. Там, видно, шутка оказалась сильнее. Кстати, Алексеевич, когда появился устав в Самарской области... Ну, я вот общался с людьми в правительстве Российской Федерации, да? Вот. Ну, уже после того, как стал губернатором, я не видел особого отторжения по имени Самара. Вот. Ну, тогда-то понятно. Не у заместителя правительства России, не у заместителя председателя я не видел. Не у тех, кто перешли из правительства, которое было раньше, сейчас, не у Лобова, не у Силаева я особых отторжений не видел. Да, если этот чиновник пытался на инициативу, наверное, на себя взять и думал, что он последний барьер, у народа не бывает последних барьеров. Вот так? Нет. То есть, если народ сосредоточился, если это мнение большинства, если участвуют активные, энергичные, грамотные, умные люди, у которых на любой тезис есть свой антитезис и грамотный, они всегда пройдут вперед. Всегда. И вот, понимаете, он мог все, что угодно сделать, но он не смог же. И так же получилось и Самара, и Самарская область. Потому что он понял, если проголосовал городской совет 200 депутатов и 250 депутатов областного совета, и областполком это поддерживает, то ему деваться некуда, ему надо принимать. Да, можно пошутить, но надо принимать и делать то, что положено делать. Когда появился первый устав Самарской губернии, Самарской области, насколько я помню, там были такие слова и начиналось даже, по-моему, с такой фразы «мы самарский народ». Да, и несколько лет этот устав существовал, потому что мы считали, что если мы федеративное государство, то мы достаточно серьезно отличаемся от многих других субъектов Российской Федерации. Даже вот так? Да, например, Татарстан, Мордовия, Мариэл, Саратовцы, Волгоградцы, Оренбургцы, Башкортостан. Мы серьезно отличаемся все, мы имеем свой характер, свой менталитет, свою культуру, свою историю. Поэтому вот здесь то, что мы были, допустим, город рос как на границе, вот он основан был, мы 170 лет губернии празднуем, да, он был основан указом царя как пограничный, но писали как внутренний. То есть понимаешь, что те земли тоже будут наши. Вторая позиция здесь начиналась, позиция торговли зерном, да, и Самара даже шла как это, русский Чикаго. Русский Чикаго, да. Потом царь строит здесь трубный завод Масленникова в прошлом, вот. Потом, значит, советская власть, начинается развитие другое совершенно, крупнейший железнодорожный узел. У нас раньше крупный железнодорожный узел был Сызрань, а теперь Самара становится крупнейшим. Так вот это вот все исторически, это у нас развивается и идет вперед. Поэтому я лично считаю, что... А чья это была идея, вот вставить эту фразу, мне вот очень хотелось бы узнать. Моя идея была, моя идея была, да. Мы серьезно отличаемся, ну, во-первых, сам характер природы. Вот этот, понимаете, климат. Вот вы можете посмотреть, вот сегодня, давайте посмотрим, вот у нас минус 20, да, было утром, там, минус 21. А сколько было в Нижнем, а сколько было в Ростове, а сколько было в Саратове? Все разное. И учеба разная, и воспитание разное. Ну, Саратов, вот если брать, Саратау, Желтая гора, с Татарского, если перевести. Понимаете? Поэтому... А у нас Жигули. Вот как вот Жигули перевести? Никак, Жигули. Я вот не знаю лично. Может, кто-то знает нам, позвонит, сообщат. Вот, поэтому свой менталитет. Вот я как-то с матерью мы решили на ту сторону Волги, да. Ну, а поскольку я маленький ребенок был, на лодке давайте, вот, к лодке, подходим, он говорит, ай, дайте. А я не пойму. Знаменитые выражения. А я не пойму. Ай, дайте. Ай, да, я знаю. Ай, дайте. Вот я уже не понимаю. Понимаете? То есть это есть своя позиция самобытности, свой язык. Поэтому никакого тут нет, это просто понятие того, что надо укреплять федерализм. И он должен быть не только вот границы области там или что-то, должна быть еще позиция бюджетного федерализма. И мы на это напирали, и тогда нам удалось уломать и Егора Гайдара, и Бориса Николаевича Ельцина. И у нас доходы собраны на территории, кроме таможенных сборов, вот, были 50 на 50. Вот собрали мы 100%, 50 остается у нас. Вот мы могли тогда и пенсии выплачивать, и зарплаты учителям. И у нас с Татарстана стали прописываться к нам пенсионеры, чтобы нашу самарскую пенсию получать. Это все было. Поэтому, да, ну, прокуратура решила, что мы... Ну, это уже дела, да, это старая история. Ну, осталась вот прям одна минута. Нет вопросов. Как отреагировала губерния, на ваш взгляд, тогда? Мне кажется, что отреагировали положительно. Я могу сказать про Сызрань. Они гордились тем, что они исторически Сызрань. Что у них Кремль есть. Что у них, значит, вот столица должна быть Сызрань, потому что тут Кремль, железнодорожный узел, все. Да? А когда переменялись в Самару, они сразу говорят, ну, губерния, ну, была самарская, что же теперь. Все, Самара. Ну, что ж, спасибо за интересную содержательную беседу. И я надеюсь, что мы с вами увидимся еще вновь. Ну, и заодно обсудим те события, которые происходили и, может быть, еще произойдут в нашем регионе. Нет вопросов, с удовольствием, да. Поэтому надо вот разобраться, кто, по чьей команде был снесен храм. Напоминаю, в нашей студии был Константин Цитов, председатель Кубышского городского исполкома, Кубышского совета народных депутатов в 90-91 годах. И губернатор Самарской области с 91 по 2007 годы. Удачи в делах. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!